КОМПОЗИТОР ВЗРЫВ ГОДОН СИГНАЛЮ ЗАЩУ Какой красный? Такой красный! Вот, видите, вы согласны с Римским Корсаком. Он считал, что один белый, другой красный, да. А вот, а если мы сейчас еще и третий, и не скажу, какого он цвета, каким вы его увидите? Только очень внимательно. Синий! Синий, точно! Синий! Вот у нас есть дети, у которых есть это, в кавычках, болезнь. Синий, конечно! Римский Корсак, когда я его слышал, он плакает, и он начинал. Знаешь почему? А потому, что он ходил под морским офицером, и сдал экзамен, и поступил, и окончил, а потом у него оказалось, что у него морская болезнь, и он не мог много плавать на корабле. И он, когда видел корабли, плакал. Но его пожалели, царь батюшку пожалел, и сделал его все равно адмиралом флота, только чтобы он не плавал, а приходил на корабли, и слушал оркестры корабельные, которые играли, и давал им отцарки. Вам надо, батенька, подтянуться, чище играть на кармете, вам нужно, батенька, освоить, как следует ритмическую фигуру здесь. Вот приходил адмирал, великий композитор, и когда он слышал эти аккорды, вот эти, он плакать начинал. Он так же написал море. Слышали такое? Так вот, нашего четвертого композитора зовут Клод Дебюси. Он видел все в красках. Каждый аккор, все время как художник, который плакал кисточкой свои пятнышки, свои движения. Послушайте, как музыка его звучит. Иногда вообще он еще любил писать в воду, как вода плестит и отражается в стекле, в этом зеркале, как отражается солнце в воде. Простесказки отрагают. Простесказки отрагают. Простесказки отрагают. И так это будет у нас Дебюси. Мы имеем четырех композиторов. Мы уважаем немецким языком, да? А по-русски у нас есть, да? А по-немецки мы имеем. Так, слушайте, внимательно. Бах, Моцарт, Прокофьев, Дебюси. Пробуем! Сейчас попробую спидстоуз. А теперь... Так, правильно. А сейчас будет пятый композитор. Ну-ка, сразу, кто это? Внимание! Вескоп! Вескоп! Эй! Вы что, сейчас все исполнили? Гриб! Ну, громко! Гриб, конечно! Ну, что вы, не услышали? Слушайте, просто забыли имя! А, имя забыли. Итак, за сегодняшний день мы с вами изучили пять композиторов. Их вообще великих композиторов на Земле 50 человек. Шесть мы уже сегодня начинаем узнавать. Значит, на самом деле узнать все шестьдесят не так сложно. А, оказывается, если вы будете слушать всех вот этих композиторов, у вас будет замечательное настроение. У вас значительно лучше пойдет математика, все остальные предметы. Потому что, оказывается, музыка что-то там такое делает. И у человека мозг начинает работать намного интереснее, быстрее, живее. Это уже давно известно. Потому что это музыка называется «Пища для музыка». «Пища для музыки» Продолжение следует...